Дешёвая рабсила или незаменимые профессионалы? Иностранный специалист, как правило, для компаний стоит дешевле. 16 тысяч трудовых мигрантов официально трудятся в Казахстане по квоте. Чем привлекает наша страна иностранных специалистов и что получают от мигрантов наши предприниматели? Для многих уже стала нормой продавать кота в мешке. Качество интернета в Казахстане законодательно возьмут под контроль, пока его скорость не соответствует рекламе и обещаниям провайдеров. Карагандинские посёлки вне зоны доступа. Межгородские перевозчики не вышли на рейсы за нехватки горючего, пока страдают пассажиры. Как власти будут решать ситуацию? Тендер по Кустанайске. Фирма по уборке городских улиц недовольна распределением государственных денег. Одним выделяют миллиарды для наведения чистоты, другим по остаточному принципу. Теперь подробнее. Ситуация с дефицитом авиатоплива стала едва ли не главной новостью уходящего дня. Нехватка авиакрасина привела к ажиотажу среди авиаперевозчиков. В компании «Скаты» вовсе заявили, что приостановят рейсы по некоторым направлениям. В аэропортах Алматы и Нур-Султаны ситуация ничуть не лучше. В профильных же ведомствах утверждают, что всё не так страшно. Ситуация под контролем. Наш корреспондент выяснял, так ли это. Темой номер один сегодняшнего дня стала нехватка авиатоплива. Причём, если бизнес бил тревогу, представители власти напрочь отрицали проблему. Первыми об угрозе срыва авиасообщений и последующим повышением стоимости билетов выступили в компании «Скат». За ней последовали заявления аэропортов столицы и Алматы. В целях обеспечения бесперебойной работы в Международном аэропорту Алматы было принято решение ограничить объёмы заправки регулярных пассажирских рейсов и приостановить заправку разовых чартерных рейсов. Данные меры приняты в связи с дефицитом авиационного топлива в Казахстане. Дефицит авиа ГСМ сложился на фоне зерноуборочных работ, заявляют в Минэнерго. Всё это совпало ещё с ремонтом Павлодарского НПЗ, который отложили на осень. О возможной нехватке керосина авиакомпании были уведомлены заранее. Однако последние запастись нужным объёмом топлива не посчитали нужным, говорят в Минэнерго. Аэропорты заблаговерены, не позаботясь об обеспечении своей работы необходимым запасом авиатоплива. Произошла такая ситуация. Плюс многие авиакомпании и многие аэропорты намерены покупать авиакерсин только у крупных ресурсодержателей. При этом обходят стороной мелких ресурсодержателей, которые также присутствуют на рынке. Да, понимаем, у них цены выше. Но это рынок. У нас регулирования цен нет, поэтому всё регулируется рынком. Если раньше подобные случаи решались за счёт российских поставщиков, то в этот раз последние прекратили экспорт авиатоплива в Казахстан из-за высокого спроса у себя в стране. Этим моментом воспользовались некоторые предприимчивые бизнесмены, которые подняли стоимость авиагсм в два раза. Между тем, у авиакомпании «СКАД» нет никаких оснований для приостановки полётов. Им будет оказана вся необходимая помощь, заверяют в профильном ведомстве. В столичном аэропорту остаток авиакеросина составляет 3,1 тысяч тонн. В ближайшие дни ожидается поставка 3,9 тысяч тонн. Почти такой же объём поставят в аэропорт Алматы. У авиакомпании «СКАД» осталось 1,7 тысяч тонн. Приостановление выполнения регулярных авиарейсов не ожидается. И вот буквально к вечеру в аэропорту Нур-Султана сообщили, что проблема с нехваткой авиатоплива решена. Почти в это же время выясняется, что ремонт Павлодарского НПЗ завершают досрочно. И уже с 1 ноября возобновляют выпуск всей продукции. При этом вопрос по Алматинской воздушной гавани всё ещё остаётся открытым. Фариза Болотбек, Марат Беисов, Атамикен Бизнес. А в Карагандинской области жители шести посёлков и городов-спутников остались без пассажирского транспорта. На линию не вышли межгородские автобусы трёх автопарков. По официальной версии, виной всему дефицит горючего. Мало того, что жители не могут добраться на работу, поехать к родственникам, убытки несут и автовокзалы. Ситуацией разбиралась наш корреспондент Вера Шеллер. Нет, вы знаете, пригородные автобусы не ездят, нету солярки в автопарке. Пожалуйста. Люди звонят, постоянно говорят, спрашивают, но машин нет. Звонки от недовольных жителей Карагандинской области на автовокзал не прекращаются с 8 утра. Без предупреждения на линию не вышло больше 50 автобусов. Диспетчер Татьяна Пестрецова рассказывает, третий автопарк сорвал около 170 рейсов. Убытки терпят 4 автовокзала региона. В автопарке не дают автобусы маршруты по направлениям Караганда-Топарк, 122 маршрут, то есть Абай-Топарк, 127 маршрут Сарань-Шахан и 165 до Сарани, то есть 121 Караганда-Шахтинск. Не дают маршруты, мотивируя это тем, что нету солярки. С 7 утра на остановках стоят жители города Абай. Люди не могут уехать на работу в областной центр. Автобусы не вышли на линию, а частные минивены и таксисты воспользовались ситуацией и подняли цены за проезд сразу в три раза. Мне надо в больницу, а там у меня запись, не знаю, как я попаду. Я на работу не могу попасть. Мы с Сарани до Абая добрались за полторы тысячи. Это ненормально. Аналогичная ситуация в поселке Шахан, городах Шахтинск, Семиртау и Сарань. По информации третьего автопарка, причина произошедшего – отсутствие денег на покупку ГСМ. Монополист просит увеличения субсидий. Согласно расчетам самих перевозчиков, которые подтверждаются документацией, убытки составляют порядка 4 миллиардов тенге годовые. Из них 2,5 миллиарда тенге – это убытки третьего автопарка. По словам местных властей, в этом году на междугородние перевозки автопарк получил субсидии в размере 950 миллионов тенге. В следующем году сумму планируют увеличить за счет экономии. В результате договоренности движение междугородних автобусов в регионе было восстановлено. Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, телеканал «Атамикен Бизнес». А наши корреспонденты в Жамбылской области сообщают, что с начала года представители национальной компании КЗ «Автожол» не досчитались около 650 знаков на дорогах республиканского значения. Все потому, что их просто воруют. И хулиганов, за хулиганов, вернее, пришлось отдуваться должностным лицам. К ответственности уже привлечены около 200 человек. С деталями Шерепаса-Октанова. Ищет полиция, ищут дорожники. Тщетно. Поймать за руку удается не всех и не всегда. С магистрали вместе с указателями исчезли и лампы освещения, провода в придорожных сортирах. И этот беспредел продолжается. За ночь, к примеру, с корнем выдрали 70 дорожных знаков. Двух жителей Курдайского района застали на месте, когда те активно орудовали болгарками. По территориальной протяженности дорог вредители караулим сутками, заверили местные полицейские. А у специалистов очень много претензий. На областных трассах выявлено 639 дефектов. На дорогах республиканского значения около 800. Отсутствие дорожных знаков и несоответствие требованиям стандарта, нарушение асфальтобетонного покрытия, выбоины и колдобины. Сумма наложенных штрафов составила 3 миллиона 71 тысячи тенге. В селе имени Турара-Рыскулова, что в Миркенском районе, на новой дороге не установлены дорожные знаки. А они напрямую влияют на безопасность автодорожного движения. Штрафуем ответственные организации, как отдел к ЖКХ города Тарас. Чиновникам выдано 37 предписаний по устранению выявленных недостатков. По итогам комплексного обследования, с начала года к административной ответственности привлечено 190 должностных лиц. Конкуренция нездоровая, тендер непрозрачный. Кустанайские подрядчики, которые занимаются уборкой городских улиц, пожаловались на непонятную им схему финансирования, при которой одна компания получает миллиард, а другая в разы меньше. Об особенностях тендера по Кустанайски расскажет моя коллега Эжану Тевова. Уборкой и обслуживанием Кустанайских улиц занимаются сегодня пять компаний. На их работу бюджет выделил в этом году почти 4 миллиарда тенге. По итогам тендеров кому-то дали больше миллиарда тенге, другому порядка 600 миллионов, а третьей компании и вовсе всего 300 миллионов тенге. Одной из причин такой ситуации, как поясняют наши бизнесмены, это в том, что кому-то выделяются средства на содержание дворовых территорий, а кому-то нет. И это решение, по мнению предпринимателя, принимается определенным лицом Акимата города, единолично, на свое усмотрение. Вопрос, что же определенное лицо в Акимате, а принимает такие весомые решения, не раз звучал на Совете по защите бизнеса в областной палате предпринимателей. Правда, ответить подрядчики не смогли. Кто вам прибавил или урезал? Ну, во-первых, такие вопросы я не решаю, я не знаю, кто наверху решает. Кто-то наверху, по всей видимости, решает, и какой объем выполненных работ принять у подрядчиков. Выяснилось, что городской Акимат дает устные задания по уборке улиц, либо поручает работы, которые, в принципе, не входят в техспецификацию тендера. В итоге оплатить их потом не может. Находящиеся в состоянии неопределенности подрядчики не могут серьезно вкладываться в покупку техники и просят заключать договора с ними не на год, а дольше. Я не знаю, выиграю этот тендер на следующий год, не выиграю, понимаете. И у нас поэтому вот эти вот, получается, нас из сторону в сторону колышет нам. Ну, хотя бы два года дайте возможность, чтобы, если я эти деньги вложил, я же не в карман их положил. На все претензии в отделе ЖКХ ответили, что подрядчики самостоятельно принимают решение, участвовать ли им в тендере или нет, и знали, в каких лотах предусмотрен ремонт дворовых территорий заложены большие средства. Совпадение или нет, но руководитель отдела ЖКХ Наурсбай Мусин был не так давно с треском уволен за то, что, по данным прокуратуры, отдавал незаконное предпочтение и оказывал содействие подрядчикам. Айжан Утиова, Габиден Жокушев, телеканал «Атамикен Бизнес». Одно дело – получить выгодный заказ, другое дело – качественно его исполнить. А это напрямую зависит от того, кто будет работать и, собственно, за какие деньги. Сегодня в Казахстане, по официальным данным, работает более 16 тысяч иностранцев. В основном это рядовые специалисты на рабочих специальностях. И примерно 4 тысячи экспатов работают руководителями и их заместителями. Сегодня в стране почти 1900 работодателей, которые официально трудоустраивают иностранцев. Чаще всего в Казахстан приезжают работать из Китая, на втором месте – Узбекистан, далее – Турция и Индия. При этом в стране существуют ограничения по привлечению иностранных специалистов. Это делается для того, чтобы обеспечить в первую очередь работой самих казахстанцев. В 2021 году размер квоты составил 0,31% к рабочей силе или 30 тысяч единиц. Ежегодно Министерство труда определяет квоту на иностранную рабочую силу. Этот показатель создается из необходимости самих работодателей и определяется местными исполнительными органами после анализа рынка. До 1 сентября работодатели должны сдать количество на запрошенных работников. Но и все-таки почему наши предприниматели и даже госкомпании принимают на работу экспатов? Что это дефицит по-настоящему квалифицированных сотрудников или экономическая выгода на фоне отсутствия спроса со стороны казахстанцев на тяжелую работу? Ведь иностранные мигранты очень часто берутся за работу, которая для нас кажется невыгодной. Мнение на этот счет узнавала Ольга Зинченкова. На данный момент в Казахстане насчитывается 1883 работодателя, использующих иностранную рабочую силу. По мнению экспертов, на это есть несколько причин, одна из которых нехватка специалистов среди местного населения. Ни одна компания национальная не будет приглашать иностранного специалиста, если такими же качествами обладает специалист местный. Потому что местный специалист по определению дешевле, потому что с ним меньше бюрократической мороки, с ним меньше каких-то прочих позиций. Поэтому если есть специалист такого же качества, который соглашается работать на определенных финансовых условиях, возьмут местного специалиста. И здесь вопрос состоит в том, что опять-таки, какова у нас система подготовки кадров? Действительно ли мы можем готовить специалистов во всех сферах? Зачастую это касается узконаправленных специальностей. А вот что касаемо вакансий, где не имеет особенного значения наличие диплома, то здесь как раз выбор делается в пользу иностранного специалиста, зачастую из-за дешевизны рабочей силы. Когда мы говорим о соотношении цены и качества трудового ресурса, то любая компания, ведущая бизнес, заинтересована в том, чтобы вкладывать специалистам меньше денег. Соответственно, иностранный специалист, как правило, для компаний стоит дешевле. Есть еще одна причина, по которой растет число экспатов в Казахстане. Это выход иностранных компаний на местный рынок. Возникает еще одно свойство у специалистов, которое очень важно. Это доверие к специалисту. И, соответственно, зарубежная компания может говорить о том, что она доверяет своим специалистам, тем специалистам, которые работали на этой компании достаточно долго. И она будет стремиться к тому, чтобы какие-то позиции, позиции особенно в рискованных секторах, занимали именно иностранные специалисты. Таким образом, эксперты делают вывод, что не только Казахстан, но и в принципе ни одна страна не может обойтись без привлечения иностранной рабочей силы, так как это грозит разрушением рынка труда. Ольга Зинченкова, Рашид Шакуралеев, для Атамикен Бизнес Алматы. Тем временем, большинство конфликтов между казахстанцами и экспатами происходит на фоне большой разницы в зарплатах. Последние, как правило, получают больше. Наверняка вы помните, как в 2019 году в Атараусской области подрались местные работники с иностранцами. После этого государственные инспекторы труда выявили 109 фактов в диспропорции зарплат наших иностранных работников сразу на 16 предприятиях. Такие проверки по-прежнему ведутся во всех регионах Казахстана. И вот, по словам министра труда, в последние два года нарушений стало меньше. Мы по всем регионам знаем, какие предприятия привлекают иностранные рабочие силы и проверяем. На сегодняшний день, допустим, с того момента, вот в прошлом году, когда мы проверили, всего только был один случай. То есть, здесь надо понимать, если на одинаковые должности трудится и казахстанский специалист, и иностранный специалист, у них должна быть зарплата одинакая. Мы такие сразу при проверке выставляем предписание, и они должны его исполнить, либо повысить заработную плату казахстанца, либо заменить иностранную рабочую силу на казахстанский персонал. Вообще специалисты уверяют, что привлечение иностранцев это нормальное экономическое явление для любого государства. Любая экономика фиксирует дисбаланс на рынке труда. Вопрос только в том, насколько он болезненный. Мы об этом будем говорить сегодня с политиком и общественным деятелем Амиржаном Касаном. Сейчас наши специалисты пытаются установить с ним связь, но мы пока продолжим. Стандарты качества обеспечения интернетом совсем скоро появятся в Казахстане. Главная задача обеспечить в стране стопроцентное стабильное цифровое пространство. 10 мегабит в секунду в городе, 5 мегабит в селе. О том, что качество интернета нужно закрепить законодательно, заявлял глава государства. Президент так и сказал, что под видом стабильного скоростного интернета нам продают кота в мешке, и получается, что спросить по сути несково. Мои коллеги продолжат тему. Если раньше мы говорили, что покрытие 4G у большинства интернет-пользователей есть, то о необходимых параметрах связи не говорилось. Активного значка G вполне хватало для достоверности наличия выхода во всемирную паутину. Теперь встал вопрос, а есть ли на самом деле в Казахстане заявленный интернет. Этим заинтересовался и президент страны. Как оказалось, Касымжу Мартукаев крайне недоволен качеством услуг отечественных провайдеров, назвав их отношения безответственным. Для многих уже стала нормой продавать кота в мешке. Рекламируются одни параметры интернета, а по факту предоставляются совершенно другие. И не в сторону улучшения. Расхождение, по моим данным, даже в столице может достигать 40, а порой и 50%. Это, по сути, обман потребителей, и эта практика должна быть решительно прекращена. Кроме того, сегодня в Казахстане есть порядка 600 сел, где интернета попросту нет. Провайдеры ссылаются на техническую невозможность проводного подключения. Однако, выход нашелся. В них мы будем использовать низкоорбитальные спутниковые группировки. Одна компания здесь присутствует, с которой мы собираемся сотрудничать. Ну и со SpaceX мы тоже отрабатываем. Также в скором времени планируется покрыть качественным интернетом и сельскохозяйственные угодья. Как заверили сами фермеры, они готовы к переходу и даже имеют четкое представление, как это осуществить. Дина Кожигалеева, телеканал Atomician Business. Доступны услуги по переоформлению автомобиля, открытию спецкарты для пособий, счета для ЭПФ, а также другие услуги. Компания TransTelecom планирует построить пять базовых станций для американской Starlink в Казахстане. Пилотный проект позволит обеспечить качественным интернетом именно отдаленные населенные пункты. На актуальность этой многолетней проблемы неоднократно обращал внимание глава государства Касымжимар Тукаев. Теперь можно говорить и о серьезном продвижении в решении наболевшего вопроса. Кстати, сам проект презентовали президенту страны на площадке международного форума Digital Breach, который в эти дни проходит в столице. Другие интересные детали в этом материале. Как правило, церемония подписания предшествует серьезная переговорная работа. Компании, ставшие мировыми брендами, очень скрупулезно подходят к выбору партнера и рынка. Команде TransTelecom, имеющей в активе больше 20 лет работы, удалось достичь соглашения с американской Starlink, которая теперь будет представлена и в Казахстане. Новость значимая не только для IT-сегмента страны, но и для казахстанцев, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Сейчас уже идет работа по поставке оборудования Starlink. У нас очень большое инфраструктурное наследие, у нас 24 тысячи километров своего волса, мы выходцы с железной дороги, мы построили 10 новых современных центров обработки данных. И сегодня на этой площадке мы объявляем в первую очередь о том, что мы очень тесно взаимодействуем с компанией Starlink, для того, чтобы привести интернет в труднодоступные сельские населенные пункты в республике Казахстан. Согласно проекту, базовые станции разместятся в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Уральск и Казаларда. Для Транстелекома, в штате которого сегодня 30 сертифицированных SAP специалистов, один из приоритетов – качественное внедрение инноваций, их масштабирование по стране. Возможно, к этой работе вскоре подключатся и талантливые стартаперы. Транстелеком подписал меморандум о взаимопонимании с международным технопарком IT-стартапов Astana Hub и акселератором Plug&Play. О необходимости этого сотрудничества президент Казахстана говорил во время своего визита в США в сентябре 2019-го. Площадка Plug&Play нам дает возможность, они опять же дают доступ к самым лучшим инновациям в Кремниевой долине, в Европе, в Азии. И мы под задачи наших корпоратов, таких как КТЖ, таких как Казмоной ГАЗ, мы будем привозить самые лучшие инновационные решения и внедрять их здесь, в Казахстане. Plug&Play – крупнейший в мире акселератор стартапов и самый активный инвестор венчурного капитала в Кремниевой долине. У казахстанских стартаперов появится реальный шанс покорить глобальный рынок. Малая ГЭС Тургусун-1 выработала первые миллионы киловатт-часов энергии. Зеленый проект был запущен летом этого года. При строительстве ГЭС использовались современные технические решения, которые способствуют и соответствуют новейшим достижениям в области проектирования гидроэлектростанций. Подобные ГЭС должны восполнить дефицит электроэнергии, который сложился в Восточно-Казахстанской области. Дмитрий Грюкович побывал на объекте и готов поделиться впечатлениями. По сравнению с крупными гидроэлектростанциями Тургусун-1 выглядит малюткой. Но это впечатление обманчиво. Благодаря новейшим технологиям ее характеристики впечатляют. В год ГЭС способна производить 80 миллионов киловатт-часов. Мы выработали порядка 5 миллионов 600 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Оборудование себя ведет отлично, никаких нареканий нет. Объект безопасен в том плане, что у нас, как вы знаете, это возобновляемый источник электроэнергии. То есть минимальные выбросы, даже можно сказать, что нет выбросов цианита, то есть СО2 в атмосферу. Перспективный проект финансировался по линии Банка развития Казахстана. Стоимость объекта составила 13,4 миллиарда тенге. Из них 64% это кредитные средства БРК и его дочерних предприятий. Фонда развития промышленности и DBK Equity Fund. Все финансы были выделены точно в срок. Благодаря поддержке Банка развития Казахстана сложное гидросооружение в труднодоступной местности возвели за 4 года. Хотел бы отметить особый профессионализм сотрудников Банка развития Казахстана. На самом деле, благодаря принятыми ими решениями, а также участию менеджеров Банка развития Казахстана, наша станция запустилась в срок. И многие финансирования были также предоставлены в очень сжатые оперативные сроки. Станцию обслуживает 15 человек. Большинство процессов автоматизировано. По мнению специалистов, компактные производительные ГЭС наверняка будут востребованы на востоке страны, где очень много горных рек. Они действительно затапливают совершенно мало территорий. То есть под затопление, под водохранилища уходят совершенно незначительные территории. Соответственно, они не влекут переселение населения, например, закрытие каких-то там рудодобывающих компаний. Дефицит электроэнергии в Восточном Казахстане составляет около 2 миллиардов киловатт-часов. На реке Тургусун планируют возвести еще две гидроэлектростанции. Энергетики намерены обратиться за финансированием уже к проверенному инвестору, Банку развития Казахстана, дочерней структуре холдинга «Байтирек», в кредитном портфеле которого уже имеется 6 зеленых проектов. Это солнечные, гидро- и ветроэлектростанции. Дмитрий Куркович, Атамикен Бизнес, Восточно-Казахстанская область. Больше 240 тысяч астанчан находятся вне системы обязательного социального медицинского страхования. Это примерно 20% от всего населения города, сообщил директор столичного филиала фонда Нурлыбек Кабдекапаров. По правилам, незастрахованные могут получать специализированные медуслуги только за деньги. Например, пройти МРТ или сдать ПЦР. Тем не менее, в столичном фонде социального медстрахования уточнили, что неплательщикам ОСМС гарантируют помощь бесплатную медицинскую в рамках государственного объема медпомощи. На сегодняшний день в неохваченном системе ОСМС у нас остается еще более 240 тысяч жителей нашего города. А из них 49 тысяч оказались вне системы по причине нереволюанских отчислений. Но, вы знаете, у нас фонд медицинского страхования, филиал. Мы заключаем договоры на гарантийный объем бесплатной медицинской помощи и на пакет ОСМС. Ну а мы теперь вернемся к теме привлечения иностранных специалистов на предприятия Казахстана, к теме экспатов. С нами на связи Амиржан Касанов, политик, общественный деятель. Алло, Амиржан Сагдар Ахманович, как вы? Слышите нас? Добрый вечер, слушаю вас. Хорошо, только по звуку тогда будем с вами общаться. Смотрите, 16 тысяч иностранцев привлекли по квоте. Почему на этих же трудовых местах, ну первый вопрос, который возникает, не работают наши специалисты казахстанские? Ну, в каждой цивилизованной стране, где есть экономика, нужны кадры, в том числе и, наверное, те, которых нет в данной стране. Поэтому проблема экспатов, она универсальная, она общецивилизованная. Ну, что касается Казахстана, конечно, думаю, что если бы это были кадры или специальности, которых нет в Казахстане, обладателей которых, то можно было бы к этому с пониманием относиться. Но то, что эти профессии, эти специальности, которые привлекаются экспаты, есть такие же кадры в Казахстане, есть граждане Казахстана, которые могут с успехом справляться с этими обязанностями, конечно, это вызывает определенные вопросы. Поэтому такого системного подхода привлечения экспатов в экономику Казахстана у нас в Казахстане нет. Ну, смотрите, в карантин стала популярная достаточно шутка, что бизнес остановился, потому что мигрантов перестали пускать в страну. Это к чему? Мигранты и дешевая рабочая сила, это по-прежнему у нас синонимы сегодня? Ну, я думаю, что и сами казахстанцы не могут похвалиться высокими зарплатами, в том числе и высококвалифицированные, поэтому это такой больше философский вопрос. А что касается мигрантов, конечно, это общее экономическое евразийское пространство, оно влияет на это, влияет безработица больше, чем в Казахстане соседних достаточно слабо развитых республик, в том числе и Центральной Азии. Все это, конечно, влияет, и потом есть очень большая наша проблема, это внутренняя миграционная политика, внутреннее регулирование трудовыми ресурсами. По-моему, в этом плане у нас правительство вообще ничего не делает. Больше всего мигрантов из Китая по статистике, вы это с чем можете связать? Ну, я думаю, что это связано с двумя факторами, это с присутствием китайских компаний в Казахстане, в том числе и в нефтяной сфере. Мы и ранее говорили о том, что в нефтяной сфере, особенно в нефтесервисных компаниях, должны быть отечественные компании, к сожалению, те китайские компании приходят на наши недры, они привлекают с собой соответствующую инфраструктуру, что не есть нормально. Эту инфраструктуру могут справляться и казахстанские граждане. Второе, это, конечно, такая, я бы сказал, скрытая миграция китайской рабочей силы в Казахстан, особенно в приграничных районах. Ну да, вы 16 тысяч это объявили официально, там, с квотами, а что вот с незаконной трудовой миграцией, если уж мы начали эту тему? Насколько она, ну, в целом эта проблема актуальна для нас, как считаете? Это очень, очень актуальная проблема, и она не раз поднималась общественностью. Я думаю, что настало время трезво оценить ситуацию с экспатами, где есть высокотехнологичные, может быть, такого высокого научного уровня специалисты, может быть, их нужно привлекать какие-то, возможно, сопровождающие высокие западные, в том числе, технологии. Можно это с пониманием этому относиться, но когда речь идет о тех специальностях, которыми владеют казахстанцы, и когда они приезжают в Казахстан и работают, и занимают места тех же казахстанцев, конечно, этот вопрос становится не только экономическим, но и социальным, если хотите, политическим. Ну и последний вопрос, если очень коротко. Уменьшение, сокращение квот от Минтруда, это правильная позиция? Квот и рознь, я не думаю, что должен быть такой общий подход. Должен быть подход такой, о котором я говорил. Если этих специалистов нет в Казахстане, то их можно привлекать, но если эти специалисты есть в Казахстане, и в том числе, и в тех зарубежных компаниях, то они должны быть чисто казахстанцами. По-моему, должен быть такой подход, к которому общество с пониманием отнесется. Спасибо, ваше мнение понятно. С нами на связи был политико-общественный деятель Амир Жан Касанов. Спасибо еще раз. Ориентация нового в Казахстане медицинского центра «Онди Рис» – передовые инновационные методы. Лор-комбайн, к примеру, пока не имеет по области аналогов. Еще здесь практикуют программу «Хирургия одного дня», где пациентам проводят малые хирургические операции. Персонал клиники также имеет возможность проводить флюорографическое обследование в полевых условиях, выезжать в самые отдаленные населенные пункты. Медцентр «Онди Рис», где оказывается широкий спектр медицинских услуг, входит в группу компании «Медикер». Идеальная голливудская улыбка – мечта для любой женщины. Но, как считала Альфия Баталова, невыполнимая для нее миссия. По чистой случайности оказалась в новой клинике УНРС. Поразил не только профессионально-качественный сервис – высокотехнологичное оснащение, панорамный рентген. Вывод после приема – приписать к клинике всю семью. Здесь я получила очень хорошее, качественное, добротное лечение. Мне сделали рентген, соответствующие лечения. Особенность подхода – очень внимательная техника здесь хорошая, как говорится. И, соответственно, лечение поставлено на высшем уровне. Без стресса и боли прошла процедура и у Назерки Алмагомбетовой. Эндоскопическое исследование желудка Казлардинка вынуждена проходить несколько раз в год. Признается, что впервые за много лет не ощутила дискомфорта. Все родственники, друзья, знакомые в один голос расхваливали эту клинику, решила и сама испытать. Приятно поразила современная техника, что позволила максимально комфортно пройти неприятное обследование. Ничего не почувствовала. Акцент в клинике – на внедрение передовых инновационных методов. Все оснащение из последних коллекций медицинских ноу-хау. К примеру, аппарат «Виброланг». В нем нуждаются пациенты, перенесшие ковид. Врачей в штат клиники отбирают по специальной рейтинговой системе. В центр был поставлен эндоскопический аппарат, где будут проводиться ФГДС, эндоскопия, колоноскопия, фиброскопия. Также мы приобрели два стоматологических кресла. Имеется у нас флюрокар. Это передвижная машина. Наш центр будет предоставлять такие услуги, как хирургия одного дня. Что это такое? Значит, если у пациента была запланирована операция, он приходит утром непосредственно уже с готовыми анализами. И уже вечером пациент может выписаться. Здесь вы можете получить любую услугу дневного стационара. Имеется физиокабинет, который снабжен тоже новейшими оборудованиями. Мы приобрели еще виброакустический массажер, который вот сейчас очень много сейчас... Ковидные реабилитации нуждаются люди именно в этом массажере. Персонал подбирается именно по рейтингу, чтобы были высокие профессионалы своего дела. То есть наличие категории, наличие стажа работы – это все приветствуется у нас. Обследуют и вылечат здесь всех, в том числе иногородних. Для них стационар на 10 коек. Персонал при необходимости готов выехать в самые отдаленные точки области. А услуги медцентра доступны для всех категорий населения. Шарипас Актапова, Тимбербек Какимов, телеканал «Атамикен Бизнес», Козлардинская область. В Усть-Каменогорске прошла конференция «Женское лидерство в условиях глобализации». В течение года с женщинами работали психологи и бизнесмены. Дам учили, как нужно отстаивать свою точку зрения, как стать лидером в коллективе и как открыть собственное дело. Проект реализуется в рамках государственного социального заказа Акиматова области. По статистике в Восточном Казахстане 53% населения – женщины. Среди представительниц прекрасного пола есть Акимы, депутаты маслехатов, крупные бизнесмены. Дамы успешно реализуют себя в науке и политике. И даже порой теснят мужчин. Но по мнению психологов, многие по старинке ограничивают себя работой и кухней. И эту тенденцию нужно менять. Женское лидерство сейчас набирает большие обороты. Это очень важно. И важно поддерживать таких женщин. Женщины, может быть, в силу определенного менталитета или нашей истории, не привыкли видеть себя на руководящих должностях. Это в основном единицы. Основной добытчик в семье – мужчина. Но и эта аксиома в современном мире выглядит спорно. Бизнесвуман активно осваивает деловые просторы. И это уже не сфера обслуживания, а строительный и дорожный бизнес. Специальные тренинги помогли даже сельским женщинам открыть свое дело. Очень много сейчас задействовано в бизнесе многодетных матерей. По программе переселения приехали к нам, которые на восток, женщины в районах. Тоже сейчас пополнены ряды женщин-предпринимателей. И свой бизнес расширяют и развивают благодаря государственным программам, микрокредитным организациям, грантам и всей другой поддержкой пользуются то, что дает государство. Участницы встречи напрямую могли обменяться своим опытом. Для многих путь к успеху был тернистым. Зато сейчас секрет своих побед и свершений дамы преподносят с юмором. Если мужчина в гору пойдет через гору, то женщина ее может обогнуть или все расспросит и никуда не ходить. Вот это формула успеха. Советы и рекомендации от встречи решено суммировать и распространить в регионах. Опыт женщин, которые сумели построить карьеру, наверняка будет интересен для тех, кто нацелен на успех. Галина Трощева, телеканал Атамикен Бизнес, Усть-Каменогорск. Сегодня в столице стартовал международный турнир Денистен Мемориал Челлендж. Традиционно турниры такого уровня предваряют пресс-конференции. Три года назад в пресс-центре хоккейного клуба «Борыс» Денистен проводил пресс-конференцию накануне своего ледового шоу «Денистен и друзья». Сегодня вице-президент Национальной Федерации коньковежцев Казахстана Оксана Тен и тренеры отечественных фигуристов рассказали о предстоящем турнире и поделились планами на будущее. Моя коллега Балжан Бесенова расскажет подробнее. Предстартовая пресс-конференция турнира Денистен Мемориал Челлендж получилась очень камерной и уютной. Журналисты, не разбалованные в последнее время съемками офлайн, подготовились и задавали вопросы, по сути дела, о фигурном катании. А не о том, успели ли гости увидеть город и попробовать блюда казахской кухни. Новый главный тренер национальной сборной поделился планами. Сергей Воронов отнюдь не сторонник олимпийского принципа, главное не победа, а участие. На мировые турниры нужно ездить именно за победой. Такую задачу ставит себе молодой наставник казахстанских фигуристов. Хотелось, чтобы ребята выступали на международном уровне и выступали на достойном уровне, да, международном. Не просто ездили, так скажем, а боролись за серьезные какие-то квоты, регалии, места. Присутствие Анжелики Крыловой, хорошо известного и признанного мировым фигурным катанием тренера и хореографа, обернулось приятной новостью. Наставник Кейтлин Уивер и Эндрю Поже теперь тренируют танцевальный дуэт из Казахстана, Гаухар Наурызову и Байсангура Датиева. Анжелика Крылова уверена, что перспективной паре вполне по силам пробиться на предстоящий чемпионат четырех континентов в январе 2022 года. Но не стоит надеяться на сиюминутный результат. Новый тренер и знаменитый хореограф – это только часть дела. Успех и новые чемпионы – это вопрос времени, долгих тренировок и серьезного труда. То, что сказать, конечно, все это надо время. Это невозможно. Тренер должен притереться к спортсмену, спортсмен к тренеру. Это только год-полтора идет вот эта притирка, если тренер берет спортсмена уже более-менее высокого уровня. Если с маленького, ну, это нужно время, чтобы взрастить, так сказать, и настроить на свою технику, на свое расписание, на свой ритм. Расписание и ритм уже есть. Отечественное фигурное катание находится в состоянии обнуления и трансформации. Но тот факт, что на Олимпиаде в Пекине казахстанцев не будет, нужно смотреть позитивно. Впереди новый олимпийский цикл и работа по формированию резерва для штатной команды уже началась. На этом турнире мы собираем детей тоже с регионов. Они будут как раз открывать эти показательные выступления, где мы хотим показать массовость, и что дети уже работают, и дети уже знают, что они находятся под крылом, что о них заботятся, и что они интересны. И даже мы вам покажем синхронное катание, которое уже стало возрождаться в Казахстане. Жители и гости столицы в этот уикенд имеют уникальную возможность прикоснуться к волшебному миру фигурного катания. По воскресенье включительно участники международного турнира «Денис Тен Мемориал Челлендж» ждут вас на льду спорткомплекса «Борыс Арена». Организаторами международного турнира выступил фонд «Дениса Тен» при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Национального олимпийского комитета и Акимата столицы. Болжан Бесенова, Виктор Джигерес, телеканал «Атамикен Бизнес». Как мы говорили сегодня в выпуске, глава государства посетил ежегодный международный технологический форум «Диджитал Бридж», но остался не очень, скажем так, доволен тем, как цифровизация внедряется в различные сферы экономической деятельности. В чем причина? Попробует разобраться Данила Москаленко в программе «Время говорить». Данил, приветствую. Тут дело, я так поздравляю, не только в скорости интернета, а его качество. Естественно, но представь, мы до 2025 года, с учетом нацпроекта, который мы будем по цифровизации реализовать, потратим 1 трлн 400 млрд тенге на цифровизацию. Немного ли? То есть в космос протянуть можно этот интернет? Да, деньги большие, естественно, они необходимы, потому что цифровизация – это и борьба с коррупцией, это и отсутствие бюрократии, это и экономика. В общем, надо очень много чего сделать, планы огромные, главное, чтобы все получилось. Ну как? Будем разбираться. Будешь разбираться с гостями. Данил Москаленко, «Время говорить». Я, Дмитрий Мачель, прощаюсь с вами. До завтра. Увидимся.